Столица Кубани заняла четвертую строчку рейтинга. Золото у Тюмени, далее Москва и Казань. На пятом месте расположился Санкт-Петербург. При составлении списка учитывались такие показатели, как здравоохранение, безопасность населения, образование и работа жилищно-коммунальных служб, материальное благополучие жителей города и благоустройство. Четвертое место Краснодар получил заслуженно, считают эксперты. Вот как прокомментировали некоторые из них, почему краевая столица заняла эту позицию в рейтинге. В городе сосредоточено около 40% розничного товарооборота, около 40% промышленного производства и около 40% оказывается транспортных услуг. Да, бурно развивается в городе строительный комплекс. То есть, безусловно, вот это экономическое развитие города, оно сказывается и на уровне жизни, и на удовлетворенности. Жителями, вот, качеством жизни в городе. А вы возьмите, съездите в другую столицу субъектов, там, в Волгоградскую область, Волгоград, в Астрахань, Ставрополь и так далее. И вы тогда вернётесь сюда, вы поймёте, что действительно Краснодар очень удобный город для комфорта и проживания. Здесь есть много нормальных мест для работы, здесь есть торгово-отискательные центры, где есть где отдохнуть, где есть полечиться. Ну, весь перечень того, что входит в понятие комфортная жизнь. Лучше я не видела в своей жизни. Поликлиники потрясающие, клиники, школы, детские сады, учреждения культуры. Что вы, даже если даже всё сравнить рядом с соседствующими регионами, Ставрополь, Астрахань, Ростовская область, да? Да о чём вы говорите? Это вообще, ну, недостигаемо. Мы, вот, если так разобраться, по большому счёту уже анализируя это всё, мы Европа. Краснодар последние несколько лет постоянно занимает лидирующие позиции в рейтингах различных агентств по благополучию, благоустроенности и инвестиционной привлекательности. Причём именно жители города чаще всего отмечают, что краевой центр год от года становится всё лучше. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ